Здравствуйте! В государстве Ланя, 18 часов, и в прямом эфире информационный выпуск «Сегодня». С вами Ирина Кусраева, и вот главная тема дня. Маршрут Свиньвал-Глади-Кавказ. Общественный транспорт становится все более востребованным. Учебный год начался. Учащихся дзавской школы-интернат до сих пор нет учебников, с чем связана нехватка книг. Ремонт дороги дзав-бузала на завершающей стадии. Рабочие приступили к укладке второго слоя асфальта. Нехватка учебников стала причиной жалоб родителей учащихся дзавской школы-интернат. По их словам, школьных учебников нет даже по основным предметам. Тем временем, по государственной программе практически ежегодно все республиканские школы обеспечиваются книгами. Почему же тогда возникла такая проблема, об этом в материале Зарины Кочевой. Учеба без учебников в завской школе-интернат нехватка книг. Родители учащихся обратились сразу в несколько инстанций с просьбой разрешить проблему недостатка учебников. По их словам, в школе нет книг даже по основным предметам. Родители вынуждены покупать их. Между тем, цены на учебные пособия высокие. Можно изыскать возможность купить один-два учебника, но приобретать все и сразу сложно, добавили родители. С первого по четвертый класс у нас недостают учебники. В форуме на первые классы здесь 7 учебников, и в том числе 16 учебников. Мы, естественно, чингута на фокканы, шизахы на их кавы. Вот так, вот так нам и на старший класс там фокканы. Моя родители там захватывают, там охорганчатан, камаи хажоры лишние, чингута, удунны шамайр хасу. Сорестом мана список там, шенен на фоккан, мамо даже на следующий год там, фэлдар колечисство таных фестам, шамайнен, рыбор виду и чингута. За разъяснением мы обратились в районные отделы образования. Здесь в курсе сложившейся ситуации. С интернатом получилась немножечко такая накладка, что часть учебников у них сгорела во время пожара. Затем они целый год занимались на базе Дзавской средней школы. Естественно, часть учебников туда-пока переходили, туда-туда-сюда утеряна. И кроме того, вот в те годы, когда мы раздали учебники, там учащихся было меньше. Естественно, они получили меньше учебников, чем в наличии у них сейчас учащихся. Министерство образования работает над этой проблемой. Еще в августе месяце они попросили у нас перечень недостающих учебников. Мы предоставили этот перечень. Затем нас поправили. Сказали, что не только недостающие, но прошло уже 5 лет, учебники рассчитаны на 5 лет. И давайте нам сведения на всех учащихся. На всех учащихся. И мы подали заявку на всех учащихся в Министерство образования и науки. С выдачей учебных пособий в последние годы не возникало проблем. Все школы республики обеспечиваются книгами в необходимом объеме. Пресс-служба Министерства образования сообщила, что проблема решается. Есть уверенность, что в скором времени воспитанники интерната получат учебные пособия. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев, Заре Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Делегация парламента Южной Осетии будет наблюдать за выборами Государственную Думу. В Москву парламентарии выйдут уже завтра. В составе югостинской делегации законодательного органа первый вице-спикер парламента Республики Южной Осетии Петр Гасев и председатель комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева. По словам руководителя делегации Петра Гасева, Южная Осетия не может оставаться в стороне от политических процессов, происходящих в Российской Федерации. Будем принимать участие в выборах, наблюдать за тем, как проходит процесс выборов Российской Федерации. И очень надеюсь, что наше присутствие там будет не только формальным, а может быть что-то интересное увидим, посмотрим, что-то можем и перенять, потому что, конечно, в России уровень подобного рода мероприятий, он происходит на самом высоком уровне. Вполне возможно, что что-то и полезное тоже привезем, подчеркнем и узнаем. Повышение цен на горючий смазочный материал влияет на ценовую политику. В частности, по этой причине повысилась цена за проезд Цхинвал-Владикавказ. Как отметили в Управлении автомобильного транспорта, повышение цены мера вынуждена. Однако, добавили же в ведомстве, после повышения цен на такси, количество пассажиров общественного транспорта увеличилось в разы. Стала Бязрова продолжит. Стоимость поездки из Цхинвал-Владикавказ на общественном транспорте повысилась. Как сообщили в Управлении автомобильного транспорта, проезд стоит 400 рублей. Ранее он стоил 350. По словам Альберта Дудаева, повышение цены за проезд связано с подорожанием горюче-смазочных материалов. Количество рейсовых автобусов, следующих из Цхинвала во Владикавказ, остается прежним. Первый автобус отправляется в 8 утра и прибывает к месту в 11.30, а обратно возвращается в 15 часов. По словам Альберта Дудаева, общественный транспорт набирает все большую популярность и количество пассажиров увеличивается. Во многом это вызвано тем, что стоимость проезда на такси также возросла. Автобус является довольно надежным и комфортабельным видом транспорта. Более того, рейсовые автобусы из республики проезжают пункт пропуска без особых трудностей по отдельной полосе, из-за чего спрос на общественный транспорт возрос. Загичные автобусы из рейсовых автобусов и сентября. Я не знаю, это было 2 автобусы. Здесь мы будем машки зап Я не знаю, это было 2 автобуса, но это было both. Я не знаю, что руки в рейсовых автобусах estatут находятся. zahlят пункт пропуск в коллегам qualoria-whoriginal поברים XSI Prestigone месяц и получается, кто будет ему visa анqu backwardить в целом. После обуви отбавoperation directamente отредка возрос, когда вот 1 автобус не заряжены, а прибавшись к нам отредка. Стелла Бязерова, Олимпе Те, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. В пресс-центре «Спутник» прошла пресс-конференция композитора, пианиста-виртуоза Евгения Соколовского. Сегодня музыкант выступит с концертной программой на сцене у Гостинского государственного драматического театра. Соколовский рассказал журналистам о творческом пути и впечатлениях об Осетии и планах на будущее. В нашу республику приехал известный музыкант, композитор, пианист Евгений Соколовский. Перед концертом на площадке «Миа Спутник» он рассказал журналистам о своем творчестве, планах, из чего начинался его творческий путь. Концертная программа, которую представит музыкант в Схинвале, включает известные музыкальные произведения именитых композиторов, а также авторские. В интернете Евгения Соколовского можно не только послушать, но и посмотреть. На многие произведения сняты клипы. Соколовский мечтает снять музыкальный видеоклип в Южной Осетии. О своих впечатлениях о нашей республике поделилась продюсер и супруга-музыканта Диана Соколовская. Они давно собирались приехать на Кавказ, интересовались осетий, но в качестве туристов не удавалось приехать из-за плотного графика работы. Переполненные эмоциями от красоты осетий, они не уставали рассказывать о впечатлениях. Музыку, которую пишет Евгений, это музыка о чувствах, о природе, как раз таки. Я думаю, что очень захотелось познакомить публику с творчеством. С такими, знаете, мокрыми от слез глазами, потому что я себя испытывала таким, чувствовала такой песчинкой, маленьким муравьем среди величия этих гор. То есть, насколько вот эти брулящие реки, эти невероятные горы, вот невероятная энергетика. То есть, из какой-то тревоги мы попали вместо какого-то спокойствия, наполненности. Вы знаете, это как вернуться в Ренессанс, что ли. Когда все такое, и бог с нами, и все такое чудесное, невероятная природа. И вообще такое ощущение, мы проснулись, как будто попали в Европу. То есть, вот столько впечатлений. Вы знаете, я первый раз увидел горы на фотографии, а вживую. И для меня это произвело большое впечатление, потому что ты становишься таким маленьким среди вот такой мощной, вокруг тебя природы, красоты. Что я пытался все это заснять, но, понятно, телефон не передает. И потом смотреть на это, это как воспоминание для себя. Кому-то показывать это никто не воспринимает. Первые шаги на сцене делает и маленькая дочь музыканта Амаля. Естественно, я пишу музыку часто на открытом звуке, не в наушниках, а это все слышно вокруг. И я писал определенную свою композицию. Ребенок берет рядом со мной и напевал музыку, придумывал слова. И я подумал, в принципе, песня получается не куплетно-припевная, а просто куплетная, но с инструментальными вставками. Такой новой жанр, можно сказать. Я обратился к поэтессе, она написала слова, адаптированные для ребенка. Мы записали это на студии, получилась красивая песня. Но дальше мне захотелось снимать с ребенком клип. И когда я уже выступал с этой песней, я у нее спрашивал, ее желание, тебе хочется со мной выступить? Она говорила, да. Рассказал композитор и о своих кумирах, и любимых произведениях. Переехав в Россию, по-новому открыл для себя великие произведения композиторов мирового уровня. Битховен. Мне очень нравился в музыкальной школе один композитор, Битховен. Потому что там было громко, тихо, резко. Вот это я очень любил. Когда ты играешь сейчас быстро, долго и громко. Это все дети любят. И вот у меня происходила такая же история. Я играл быстро, громко, потом резко, тихо. Мне это понравилось. Бунтарь по характеру Битховена. Я любил его. Баха не любил, честно с тобой. Даже не то, что не любил. Он был мне неприятен. Вот настолько, да. Все эти милизмы, украшения. Когда я поступаю в музыкальное училище, во-первых, я меняю страну. Я попадаю в другую вообще среду обитания. И там начинается музыкальная литература. Где у нас дяденька преподает так, как будто он жил с этим Бахом. Как будто он знает лично Галина. Как будто он вообще... Это его друзья. Вот так вот это нам преподавалось. И здесь я открываю для себя совершенно другого Баха. В первый же месяц обучения. Я услышал его другие произведения. Не фотопианы, инвенции, еще что-то. Я услышал его хоры, оратории, мессы, страсти по Матфею и многое-многое-многое. И вот здесь вот эта музыка, которая... Это не надо быть подготовлено. Это просто включаются отдельные номера. И люди могут плакать. Настолько это красиво. И дальше у меня появляется кумир еще один. Бах. Битховен остается. Начинается знакомство, потому что музыкально на школе, естественно, не дадут. Рахманом того, которого можно исполнить в училище. Дальше я познакомлюсь с Рахманем. В этом году Государственному драматическому театру имени Коста Ливановича Хитогорова исполнилось 90 лет. В преддверии празднования, открытия сезона, они пригласили известного музыканта. Об этом рассказала директор театра Мадина Валиева. 90 лет нашему театру исполнилось в этом году и открывается вот вскоре 90-й юбилейный сезон. И в преддверии накануне мы решили пригласить наших зрителей, которые уже соскучились по нашему театру, и провести время с известным российским композитором, пианистом Евгением Соколовским. Евгений представит свою программу, подробнее сам он расскажет о ней. Планов на будущее у музыканта много. Выпуск новых альбомов, съемка клипов и множество выступлений. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. Ремонт участка дороги Дзоубузала на завершающей стадии. Были заменены подземные инженерные коммуникации канализационной линии. Проведены и сети газоснабжения. Уложены первый слой асфальта. К укладке второго слоя рабочие приступили сегодня. Анжела Кокоева продолжит. К укладке асфальта на участке дороги Дзоубузала, которую устроят в рамках инвестиционной программы, рабочие приступили на прошлой неделе. Уже уложен первый слой асфальта. Сегодня дорожные рабочие приступили к укладке последнего слоя. И таким образом 800 метров из общей протяженности ремонтируемого участка полностью благоустроено. Этого события жители ждали больше 30 лет. За это время они испытывали трудности, передвигаясь по многочисленным ямам и ухабам. А в летний период сильно мешала пыль. Неоднократные обращения жителей дали положительный результат. И в мае текущего года Министерство строительства приступило к восстановлению проблемного участка. Министерство строительства приступило к восстановлению проблемного участка. Дороги составляет более трёх километров. Полностью заменены подземные инженерные коммуникации. Помимо водопроводной и канализационной линии проведены и сети газоснабжения. К концу года улица от посёлка Цзау до населённого пункта Бузала будет полностью приведена в порядок. Работы ведутся быстрыми темпами параллельно с асфальтными работами. Дорожники укладывают бордюры, благоустраивают тротуары и подготавливают остальную часть дороги к укладке асфальтобетона. Анжела Кукоева, Сармат Гузитаев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 15 сентября. По всей республике ясная погода. В Знаурском районе днём 27 градусов тепла, ночью плюс 14. В Бедзавском районе днём плюс 24, ночью плюс 13. В городе Кваса днём плюс 20, ночью плюс 11. В Пленгурском районе днём плюс 24, ночью плюс 14. В столице республики в Цхинбале днём плюс 27, ночью 14 градусов тепла. Я благодарю вас за внимание. До свидания.